Привет всем, в этом видео поговорим об удивительной судьбе русинского народа. Кто же такие русины? И почему они называют себя еще и русскими, особенно это применимо, во множественном числе. На данный момент, этот народ проживает в основном на территории скорее всего, уже бывшей Украины, также небольшая часть живет в Польше, Венгрии и Словакии. В современной Украине, русины рассматриваются, как этнографическая группа украинцев. И кстати в этом есть доля правды, но только совсем в другую сторону, поскольку именно предки украинцев до 20-го столетия называли себя русинами или русскими людьми. Другие же народы называют русинов угрорусинами, угрорусами, карпоторосами или рутенами. Сами они именуют себя русскими или русинами и считают, что они являются частью общерусской цивилизации и четвертым восточнославянским народом. Так же как и русские, белорусы и украинцы. На самом деле, в разное время, русинами называли, не только жителей Южной Руси. С разной периодичностью, русинами называли, и жителей современной Белоруссии, и России. А вот еще интересный факт. Если мы взглянем на польские карты 16-х или 17-х веков, мы увидим, что на территории современной Галиции, живут только русские. А эта территория, носила название русское воеводство. Само слово русин, очень похоже на современное слово россиянин, что в обоих случаях означает житель русской земли, или просто Руси. А во времена Галецко-Волынского княжества, употреблялись термины король русский, и русско-мова. Русины являются, одним из самых древних, славянских народов, Центральной Европы. По одной из версий, историков, русины относят, к потомкам белых хорватов. Есть еще один, интересный факт. Карпатские русины, были самыми первыми, людьми на Руси, кто принял, православное христианство. Вероятнее всего, это произошло, еще во время миссионерской поездки солунских братьев, Кирилла и Мефодия. А Кирилл и Мефодий, считаются не только, апостолами славян, но и святыми покровителями, Закарпатской Руси. А это значит, что русины приняли православие, еще до крещения Руси, князем Владимиром. Русины изначально были православными, но находясь в многовековой изоляции, под влиянием Флорентийской и Брестской унии, они переходили, и в греко-католицизм. Русины в Словакии, Польше, Венгрии, Чехии и Сербии, официально, признаны национальным меньшинством. И только на Украине, они не считаются, отдельным народом. Современных русин, в мире насчитывается, примерно около, полутора миллионов. А еще, русины, не хотят жить на Украине. И даже поднимали вопрос, о русинской автономии. Так например, в марте этого года, Международный центр, Матиса Русинов, обратился к президенту России, Владимиру Путину, с просьбой преобразовать, бывшую западную Украину, в Карпатскую Русь. На правах, мандатах, титулах русинов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном, на сайте организации. В обращении также говорится, что власти Украины, продолжают проводить, политику геноцида, и угнетение русинского народа. На сегодняшний день, существует три основных версии происхождения русинов. Русинская, венгерская и украинская. Историки Карамзин и Ключевский, считали, что проачизна древних славян, именно Тисо-Дунайский, Карпатский регион. Откуда славянские племена, разошлись по всей Восточной Европе. Такое предположение перекликается с одной из версий об этнопринадлежности, и происхождении русинов. А русские, белорусы, и украинцы, это выходцы из русин, предки которых являются пронародом, всех славян. Которые сформировали государство, Русь. Однако они смешались, с другими народами, и исказили русинский язык, богатый и сегодня элементами древнерусского, и старославянского языка. Венгерская версия, говорит о том, что русины это венгры, ассимилированные славянами. Но исторических оснований и каких-либо фактов, у этой версии нет. Но и наконец украинская версия, говорит о том, что русины, это украинцы. И эта версия, самая реалистичная. Только как я уже упоминал. С точностью да наоборот. Поскольку именно предки украинцев, аж до начала 20 века, называли себя русинами, или русскими. Что подтверждают, многочисленные исторические документы. Как самой Руси, так и документы, всех соседних стран. А вот современные русины, украинцами себя не считают. Например, на карте, Российской империи, 1907 года, можно увидеть надпись, малорусы, или русины. А вот еще одна карта, с надписью, Гаолицкие русские. А это уже, польская карта, 1927 года. Тут тоже, можно увидеть надпись, Русины. Хотя стоит признать, название Русины, больше прижилось именно в Галичине, поскольку большую часть истории, они были в составе разных государств. Люди остальной части, бывшей Украины, в основном называли себя русские, это зафиксировано и в летописях. Хотя и слово русин изредка проскакивало. На самом деле, еще каких-то 120 лет назад, жители города Львов, все себя считали русинами. Но жили они, на территории Австро-Венгерской империи. Которая граничила с Россией. Об этом даже заявил, один из лидеров украинских националистов, Василий Кук. Он так прямо и сказал, что никаких украинцев, до 1915 года, просто не существовало. Не верить ему, нет никаких оснований, даже современным украинцам. Но как же так произошло? Почему же все русины, в Галиции, стали украинцами? На самом деле это очень, трагичная история. С 1772 года, по 1848 год, австрийское правительство, признавало, единство галичан, с остальным русским народом. И с одной стороны, они это признавали, а с другой стороны, они этого очень боялись. Боялись они того, что русины Галиции, симпатизируют Россию. Также они боялись, саму Россию. И то, что Россия может заявить о Галиции, как о своей исторической территории. Почти все русины Галиции, были православные. Но с 1848 года, по распоряжению австро-венгерских властей, польская аристократия стала проводить, активную политику, окатоличивание, коренного русского населения Галиции. По инициативе губернатора Галиции, графа стадиона, русское население стало именоваться рутенами. За этим последовала, пропагандистская кампания, направленная на искусственное противопоставление русских и рутенов. И уже в 60-х годах, 19 века, поляки попытались навязать, русскому населению Галиции, латинскую азбуку, вместо кириллицы, чтобы тем самым, вывести его за рамки русской цивилизации. Это повлекло за собою, массовые протесты русского населения. Поэтому центральные власти, австрийской империи, отказались от политики, своих польских наместников, в Галиции. В 1890 году произошел, так называемый Великий перелом. Сепаратисты Галиции, заключили пакт с властями Австро-Венгрии, на следующих принципах. Верность Ватикану, верность Австрии, и союз с поляками. Начиная с 1890 года вводится новое правописание, в соответствии с которым, из русской азбуки, было удалено три буквы, и добавлено две новые. А австро-венгерские реформаторы, именуют галичан сначала Украина русским, а затем и просто украинским населением. А термин «малая Россия» заменяется Украиной. Своего апогея, такая политика, достигает в 1912 году. Австрийское правительство, впервые официально, называет русских галичан, украинцами. Об этом было заявлено, в акте императора Австро-Венгрии, Франца Иосифа, в связи с планами в будущем, открыть украинский университет. Но тем не менее, даже, после полувековой работы, австрийских властей, по превращению русин, в украинцев, огромное большинство галичан, не захотело становиться украинцами. Подавляющее большинство, жителей Галецкой Руси, не приемлят новых правил. И по-прежнему называет себя русскими, или русинами. А свой язык представляющий собою, галецко-русское наречие, русским. Тем временем, в начале 20 века, обостряются русско-австрийские отношения. Это были первые ростки, надвигающиеся Первой мировой войны. В связи с этим, украинская политическая партия, созданная при помощи австрийских властей, объявляет всех инакомыслящих, москалями, и агентами Москвы, которые якобы, получают за свой протест, царские рубли. Об этом пишется в доносах местным властям, а те, в свою очередь, устанавливают слежку, за выступающими против насильственной украинизации. И начинают кампанию репрессий, против всех инакомыслящих. По мере приближения, Первой мировой войны, обвинения галецко-русского населения в шпионаже, в пользу Москвы, усиливаются. А к началу войны, австрийские власти, на основании доносов, арестовывают почти всю русскую интеллигенцию, Галиции, и тысячи крестьян. Доносы пишутся, по благословению униатской паствы. К государственной измене, приравнивается обучение русскому литературному языку, и чтение газет из России. Идет искоренение русского языка, во всех учебных, благотворительных и просветительных учреждениях. И даже, при такой жесткой политике, искоренение всего русского, местные русины, остаются большинством в Галиции, и не хотят быть украинцами, и переходить в католичество. И тогда власти Австро-Венгрии, пошли на радикальные меры. Они создали специальный концлагерь, для русин, известный как Толергов. Это был самый настоящий геноцид русского народа Галецкой Руси, созданный сразу же после начала войны в 1914 года. Это был первый концлагерь в Европе. Он был создан исключительно для русин. Для тех, кто отказывался переходить в католичество, и называть себя украинцами. Через его застенки прошло несколько сотен тысяч русских галичан. В 1928 году, во Львове вышла книга, бывшего узника, этого лагеря смерти, Василия Ваврика, под названием, Терезин и Толергов. В книге, описаны зверства, творимые властями Австро-Венгрии, Германии, и их подручными украинцами, над русским народом Галиции. Из книги можно узнать настоящие ужасы, этого концлагеря. Процитирую некоторые моменты из книги. Солдаты градского полка, 4 сентября 1914 года, штыками и прикладами, уложили народ на сырую землю. Голое чистое поле, зашевелилось, как большой муравейник, от массы грязных людей, всякого возраста и сословия, их было так много, что не видно было земли. И в самом деле, там творились такие события, на какие не была способна, людская фантазия, забегающая по ту сторону света и ада. А до зимы 1915 года, в Толергофе не было бараков. Сбитый в одну кучу, народ лежал на сырой земле, под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз. А священник Иоанн Мощак, 11 декабря 1914 года, отметил, что 11 человек, просто загрызли в ши. Смерть в Толергофе редко бывала естественной. Там ее прививали ядом, заразных болезней. Для запугивания людей, в доказательство своей силы, тюремные власти, тут и там по всей Толергофской площади, поставили столбы, на которых довольно часто висели, в невысказанных мучениях, и без того люто потрепанные, мученики русины. На этих столбах, происходила славная немецкая анбинден, то есть подвешивание, как правило, за одну ногу. И это не просто слова, всему этому есть фото доказательства, австрийцы сами делали, такие фотографии. По этическим причинам, все это показать в видео, я не могу. Поскольку ютуб, просто заблокирует это видео. Из-за демонстрации насилия и жестокости. При этом все эти фотографии, есть в интернете, в открытом доступе. А вот еще одна цитата из книги. За Русь, на виселицы, на расстрелы, на издевательства и муки, в Терезине, Толергофе, Вене и других тюрьмах и концлагерях Астро-Венгрии, шли тысячи за тысячами, и страдали, и умирали, за русскую веру в своих предков, за русскую церковь, за русскую икону, за русское слово, за русскую песню, за русскую душу, за русское сердце, за русскую волю, и за русскую землю, за русскую честь и совесть. Несмотря на ассимиляцию, русины никогда не забывали свои русские корни. Русины, утрачивая родной язык, сохраняют веру отцов, остаются православными. Их роль в истории, трудно переоценить. Именно благодаря этому народу, Галиция многие века называлась русской стороной. И в наше время русины, остаются небольшим, но сильным форпостом русскости. Галецкая Русь, на протяжении многих веков, была форпостом, идеологией, русского национального единства, на западно-русских землях. Однако в результате геноцида, и предательства, части православного епископата, и западно-русской аристократии, этот форпост был уничтожен. Сегодня, по мнению большинства историков, можно сказать, что человеконенавистнический, эксперимент, проводимый Польшей, Австро-Венгрией, а потом и Третьим Рейхом. По превращению Галичины, в антирусский, антиправославный регион, в конечном счете удался. Современные жители Галичины, теперь очень любят, тех, кто устроил геноцид их предков, я говорю про цивилизованных европейцев, в кавычках, конечно. Это все равно, что например бы, современные армяне, которые подверглись геноциду, со стороны турков, стали ли бы боготворить, этих самых турков. Такое даже представить, невозможно. А для галичан это нормально. Для них эти люди, являются примером и образцом для подражания. При этом, все русское, для них это как красная тряпка для быка. Я русин был, есть и буду. Я родился русином. Честный род свой не забуду. Останусь его сыном. Русин был отец моей мати. Русская вся родина. Русины, сестры и братья и широкая дружина. Я родился под Бескидом. Первый воздух русский сал. Я кормился русским хлебом. Русин меня колысал. Я русин был, есть и буду. Я родился русином. Честный род свой не забуду. Останусь его сыном. Русин был, есть и буду.